всем привет очередной обзор натолкнул меня значит я сейчас одно видео посмотрел в фейсбуке одна девочка пашет в отказ прямо где-то она готовится видимо к фитнесу и прям плачет и жмет и упирается не я первую очередь спросил сколько сколько вы занимаетесь выяснилось что занимает 3-4 года то есть это значит как бы нормально не критично и если бы она занималась сам 5 6 7 месяцев год я бы с уверенностью сказал что она скоро бросит и свалит почему у меня такая уверенность потому что во первых практика у меня больше 30 лет все таки тренировочного опыта соревновательного побольше конечно и я абсолютно уверен и это касается не только тренинга в общем то это касается всего всего в жизни когда ко мне обращается с каким-нибудь вопросом обычно же у нас тут народ как хочу похудеть срочно я этим не занимаюсь я вот силовым видом спорта исключительно никакие персональные тренировки никогда не виду уже много-много лет но когда обращаются я советы все-таки раздаю и когда спрашивают я хочу срочно похудеть там к свадьбе на море поехать там люди обычно не признаются они просто приходят зал и хотят коренным образом все изменить и вот они начинают пахать и вот морда красная и вся она мокрая или он там футболка можно выжимать все пахать то же самое с питанием всегда говорю одно и то же не надо никаких резких движений делать если вы хотите добиться каких-то реальных результатов нужно это делать постепенно очень медленно не спеша если нагрузки значит они должны быть обязательно циклированы если это питание значит я все время советую одно и то же просто уменьшите тарелочки и ложечки и начните думать об этом просто думать о том что вы живете этого достаточно а когда начинают садиться на диету когда саде когда начинают ежедневные тренировки там или по две тренировки со стопроцентной гарантии это все очень временно и мало того что очень временно произойдет потом обратный эффект обратный если вы занимаетесь спортом у вас отобьет нахрен это желание надолго если вы хотите похудеть вы начнете жрать и вы начнете набирать это проверено почему потому что у человека сила воли она не безгранична она есть бывает у некоторых она фанатичная в очень крайних случаях но в основном есть люди еще сами по себе мазохисты им не нравится измываться над своим здоровьем над физикой своей что болевые ощущения что они изматывают себя но это очень редкий случай в основном человек нормальный добиваются высочайших результатов как правило люди не нормальные с отклонениями какими-то психическими как бы это обидно не было это и ко мне относится но это надо быть фанатиком потому что я сколько себя помню летом жара а я в каком-то подвале смотрю на эти цокольные окна смотрю на ноги которые ходят и четыре часа херачу в зале один ну это не нормально нормально и об этом я это понимал что у меня что-то с головой не в порядке когда смотрю на своих фанатичных учеников и друзей я понимаю что да это желание это мазохизм какой-то а в основном человек нормальный и он себя жалеет и когда вы включаете свою волю конечно она ненадолго а потом организм это такая сука штука он за страху он страхуется он понимает что достался какой-то придурковатой голове и он начинает страховаться если вы начинаете его каким-то образом издеваться над ним то он потом включит защиту если вы худеете то он потом наберет вы сгоните 5 килограмм он наберет 10 он включит защиту он будет защищаться от вас поэтому вот вот я об этом хотел сказать все не спеша нагрузки должны быть конечно умеренные конечно желательно под надзором тренеров ну тренера ну где его возьмешь у нас только фитнес инструктора с глянцевыми знаниями журналов но я не знаю что посоветовать таким случае в таком случае но все в меру вот все хорошо в меру это всего касается вообще всей жизни касается вот крайности они обычно приводят к обратному эффекту ну и все такой небольшой обзорчик не стал я вас утомлять всем пока